И в блокаде находится не Арцах, а в блокаде находится все Армении. И даже более я бы сказал, что мы находимся с заложником той российской организации, которая двумя буквами обозначается КП, гражданский договор партии. Естественным образом, рано или поздно, этот мыльный пузырь лопнул. И сегодня, да, мы видим, что есть конкретное противостояние между арцахцами и нынешней властью в Армении. Они фактически сейчас попытаются переиграть и, соответственно, создать прецедент того, что якобы открытие коридора произойдет по решению, предположим, Европейского Союза. Хотя, если и произойдет, то я думаю, что это будет сделано при помощи именно Российской Федерации. А я считаю, что с уходом России мы просто перестанем существовать как государство. Мы моментально превратимся в то, о чем мечтает турецкий мир, сам великий Туран, понятие великий Туран. Ну и те, соответственно, англосакские силы, которые всячески поддерживают турецкую гегемонию в этом регионе. Все, я думаю, те, кто шли голосовать или кто шел в предполагаемый будущий парламент, у всех была надежда, что все-таки общество сделает правильный выбор и не переизберет ту власть, которая привела к такому разрушению государственности. Добрый день, в эфире Явунг ТВ. У нас в гостях режиссер, мультипликатор Давид Сакенц. Добрый день, Давид Робертович. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Вам спасибо за приглашение. Вот уже больше месяца Лачинский коридор, единственная дорога, которая объединяет Армению с Арцахом, перекрыта. И в связи с этим интересно ваше мнение по поводу позиции властей, в первую очередь, которые говорят, что это зона ответственности российских миротворцев. Как вы вообще это рассматриваете, такую позицию? В первую очередь, перекладывание своей вины на других, что присуще нашим властям, которые по любому поводу находят виноватых, кроме себя. Не может быть зона ответственности более важна, даже дружественной, но третьей стороне. Не может быть важнее, чем в стране, которая отвечает хотя бы за жизнь и право на жизнь 120 тысяч твоих соотечественников. Потому что там живут люди, у которых армянские паспорта, там живут люди, которые напрямую связаны, всецело связаны с республикой Армении, открещиваться от них и фактически сдавать на волю решение той или иной стороны. Это, конечно, просто минимум предательства. И поэтому у меня изначально ко всей действующей власти, да еще до того, как они пришли к власти, очень отрицательное было отношение к тем людям, которые сегодня представляют власть. Соответственно, у меня никаких сомнений относительно их политики никогда и не было. Поэтому это все закономерно. И я считаю, что Лачинский коридор фактически перекрыт сегодня здесь, в Ереване. И в блокаде находится не Арцах, а в блокаде находится вся Армения. И даже более я бы сказал, что мы находимся с заложником той этой российской организации, которая двумя буквами обозначается КП и гражданский договор партии. Вот это та российская организация, которая нас взяла в заложники. И сегодня часть наших заложников находится за Лачинским коридором. Несмотря на то, что власти объявляли, что нет разницы в подходах и позициях властей Армении, властей Арцаха, мы видим, что власти Армении фактически признают уже Арцах в составе Азербайджана. Но жители Арцаха, армяне, для них это неприемлемо. Как вы видите, возможно ли, чтобы армяне остались бы и стали бы гражданами Азербайджана? Это невозможно. Это исторически даже, знаете, как притянуто за уши было. И даже быть на Советском Союзе, на Горных Карабах, была автономная республика. Никогда не был частью. Всецело не был частью Азербайджана. Плюс перед развалом Советского Союза они успели, фактически референдумом, решить свою судьбу в идее состава Азербайджанской ССР. Соответственно, никогда ни исторически, ни с моральной точки зрения, ни по законам справедливости, я не знаю, по всем правилам, которые сегодня попираются в принципе всем человечеством, в первую очередь глобализация, которая происходит, и соответственно уничтожение тех принципов, по которым человечество до сих пор просуществовало, по всем канонам, по всем правилам, эта территория никогда не была и не может быть частью Азербайджана. Все это выдумано азербайджанской пропагандой и протурецкими лоббистскими какими-то организациями, которые продвигают эти тезисы, что Арцах якобы когда-то вообще был азербайджанским. А в нашем случае это еще и долгое время искусственно создавался миф того, что позиция арцахцев совпадает с позицией нынешней власти в Армении. И естественным образом рано или поздно этот мыльный пузырь лопнул. И сегодня да, мы видим, что есть конкретное противостояние между арцахцами и нынешней властью в Армении. И она абсолютно естественная, потому что здесь за право выживания фактически идет речь, за право существования. И сегодня Арцах показывает, что не согласен с теми решениями, которые принимает нынешняя власть. Как вы видите выход из создавшейся ситуации? Как должен быть открыт Волчинский коридор? Я думаю, Волчинский коридор можно открыть одним единственным путем. Это смена власти в Армении. При смене власти в Армении появится возможность хоть что-то изменить в том направлении. Это ситуация, когда ты не можешь локально на каком-то отрезке, потому что война никогда и не останавливалась. 30 лет мы находимся, более 30 лет мы находимся в военном состоянии. И локальное какое-то решение, например, открытие какого-то коридора или территории отвоевания, установление там или здесь каких-то постов и так далее. По военным, как бы этим, или вырытая траншея там или здесь, на левом-правом фронте и так далее. Нет, здесь была проблема главнокомандующим, который не собирается ничего менять. И это стало ясно сегодняшним утренним событием. Кстати, приношу свои соболезнования всем родственникам, близким погибших ребят, сгоревших заживо. И это опять же подтверждение того, что по всем параметрам здесь полный хаос и бардак, на который никто не собирается отвечать. И умышленное стирание в порошок национальной армии, это один из этих как раз показателей, то, что сегодня происходит, произошло. Ну и соответственно, единственный способ – это смена власти. И в дальнейшем только появится хоть какая-то возможность поменять, в принципе, все, что происходит сегодня на границе и за пределами границы. Ну, уже в Арцахе там критическая ситуация. Людям продукты выдают по талонам. Веерное отключение электроэнергии. То есть ждать, пока тут поменяется власть. А есть ли предпосылки, что в ближайшее время это может случиться? Вы видите такую возможность? Я увидел это во вчерашнем заявлении Лаврова, который сказал, что в ближайшее время вопрос будет решен. И что поразительно, в чем я убедился, что это в ближайшее время произойдет, как резко заполошилось Европейский Союз и так далее. Сразу вслед за заявлением Лаврова появились заявления уже из Еврокомиссии, откуда я уже не помню эти структуры, как они буквально называются. Но уже пошли оттуда, что и пошли осуждения, требования открытия коридора. Соответственно, мне кажется, поскольку игра затеянная нынешней властью, вражескими государствами в виде Турции, Азербайджана и их спонсорам и хозяевам западным каким-то структурам, они фактически сейчас попытаются переиграть и, соответственно, создать прецедент того, что якобы открытие коридора произойдет по решению, предположим, Европейского Союза. Хотя, если и произойдет, то я думаю, что это будет сделано при помощи именно Российской Федерации, хотя и здесь у меня лично, у меня как у человека, претензий очень много к тому, что российская сторона все-таки очень-очень медлится многими процессами, которые происходят. Я понимаю занятость, я понимаю сложности, которые сегодня у России есть, потому что воевать фактически против всего мира очень-очень сложно, ну, хотя условно всего мира, против коллективного Запада достаточно сильного очень сложно, но не обращать внимания на то, что здесь происходит, конечно, считаю неправильно, нахуй говоря. Другой вопрос, что да, у нас действительно здесь такая власть, которая всячески этому препятствует. Вот сейчас очередная антироссийская волна поднялась на фоне этих последних событий, причем уже в открытой власти Армении объединяют российскую сторону, даже были заявления, что присутствие российской военной силы на территории Армении, оно представляет угрозу безопасности Армении, тут не будут проведены учения ОДКБ, вместо этого будут, из Европы приведут миссию на границу, то есть в открытую уже антироссийская какая-то вот направленность. Какое может быть последствия, то есть даже тут идет речь в дальнейшем о выводе военной базы, видите ли вы такую вероятность, что Россия уйдет из региона и какие могут быть последствия? Я не думаю, что Россия сдаст настолько важный регион, настолько важный блокпост для самой же России, сдаст, скажем так, геополитическому противнику. А мы понимаем, что силы, которые стоят сегодня за сегодняшней властью, за тем, кто их привел, еще начиная даже, можем уйти, на 30 лет назад, вплоть до того времени, всегда генерировалась антироссийская полемика, всегда генерировались антироссийские настроения, это было изначально. И сегодня они действительно дошли своего пика. Для меня никогда не было загадкой, то есть я никогда не удивлялся, наоборот, я удивлялся тому, почему так поздно они стали в открытую говорить, потому что еще, будучи оппозицией в прошлом, представители нынешней власти, они еще тогда вымели кардинальные, очень ярко выраженные антироссийские настроения, и поэтому их приход для меня не был таким сюрпризом, что они оказались с антироссийскими силами. Нет, я даже удивлялся, что это так поздно, они в открытую пошли уже играть. Безусловно, здесь надо Россию очень сильно, очень грамотно, правильно сыграть в этой партии, и не дать произойти, помимо того, что очень серьезная проблема, может, новая возникла для России, я считаю, что с уходом России мы просто перестанем существовать как государство, мы моментально превратимся в то, о чем мечтает турецкий мир, сам великий Туран, понятие великий Туран, ну и те, соответственно, англо-сакские силы, которые всячески поддерживают турецкую гегемонию в этом регионе. Мы просто перестанем существовать, и это станет концом, может, даже, не знаю, в армянской цивилизации в целом. Вот если рассматривать население, больше вот антироссийское какое-то вот такое настроение наблюдается у молодежи. Среднее поколение, старшее поколение, они все-таки меньше, наверное, связывают с западом каких-то ожиданий. Почему молодежь не верит в Россию? Почему она прозападная? Это уже вопрос глобализации, это, по-моему, проблема и не только Армении, но и самой России, и самой же, наверное, Белоруссии, и кого угодно. То есть я называю те страны, которые сегодня вышли против той системы, которую нам навязывается извне, в данном случае из Запада. Вопрос глобализации, он очень фундаментальный, очень глубоко сидит в сознании всего человечества. Национальные государства перестают существовать как таковые, тех, тех, мы это видим на фоне всего, что происходит даже в той же Западной Европе. Западная европейская цивилизация, которая была основой, наверное, очень многих культур, но очень многих государств, она тоже перестает существовать как индивидуум. Оно все скатывается под одну гребенку, и сегодня глобализация уничтожает национальную культуру. И Франции, и Италии, и Великая Греция сегодня просто из себя практически ничего не представляет. И это проблема именно того, что назовем это вторым построением Вавилонской башни. То есть процесс того, что ты перестаешь существовать просто как личность, как индивидуум, это значит, что просто превращение людей, государств в покорных исполнителей тех прихоти, которые есть у голове струбящих классов, которые сформировались в мире. Ну и, соответственно, наша молодежь не осталась в стороне, и наша молодежь сегодня просто пожинает плоды всей той политики, которая происходила за последние, я знаю, уже практически, наверное, после, наверное, Великой Отечественной войны, после 1945 года, можно сказать, что этот процесс во всем мире тихо-тихо набирал обороты. И в данном случае, именно что после победы Советского Союза во Второй мировой войне и в Отечественной войне, мы понимаем, что эти люди, затаившись, понеся поражение, фактически копили сил для ответного удара. Ну и вот, как говорится, империя наносит ответный удар. То, что сегодня происходит на Украине. Поэтому эти силы никогда не спали, и всегда процесс разложения, и, соответственно, деградация общества лежит в основе подобных империй. Почему? Чем глупее, чем безграмотнее общество, тем легче им управлять. Этот процесс происходит во всем мире, и мы, опять же, не остались сторонниками, к сожалению. Ну и просто, наверное, сыграл тут фактор того, что молодежь не жила при Советском Союзе, и она при всех минусах той страны, они не видели тех плюсов, которые были в этой стране. Соответственно, им мерить просто не с чем. Они сегодня живут и подвержены пропаганде, а пропаганда западная работает очень усердно и очень сильно, начиная от музыки, заканчивая кинематографом и так далее. Поэтому влияние, конечно, очень сильное. И здесь уже, знаете, как общечеловеческое невежество приводит к тому, что люди, однобоко получая информацию и не пытаясь даже проанализировать то, что происходит в мире, принимают скоротечные решения и принимают правила игры, которые устанавливаются теми, кто сильнее фактически в пропаганде. Сегодня сильна пропаганда именно, что западная, и, соответственно, мы все подвержены этому силу. И наша молодежь в частности. В связи с этим, считаете ли, что возможно как-то вернуть умы, настроение молодежи в то русло, которое проармянское, которое способствует армянским интересам, или как-то уже западная пропаганда слишком уже их умы настроила на другой лад? Есть ли вероятность, какие шаги должны быть предприняты? Мы, как правило, живем в надежде на то, что это возможно. Для нас это важно, для нас это ценно. Конечно, до последнего, наверное, до последней минуты будем надеяться на то, что это произойдет. Процессы настолько сильные, настолько серьезные, что в данном случае очень трудно предугадать, что может быть. Сумеем ли мы восстановить и сумеем ли мы выстроить? Это вопрос огромного времени, потому что, если мы говорим о необразованности населения, то для того, чтобы получило безграмотность, скажем так, потому что умение писать еще не признак грамотности, а та безграмотность, которая творится сегодня, и изменить это нужно очень много времени. Конечно, можно надеяться на это и нужно надеяться, но процесс, по-моему, достаточно очень сложный. И машина, против которой эта борьба должна быть развязана, она очень мощная и очень сложно будет с ее совладать. Но, тем не менее, во всяком случае, натура людей разная, и кто-то согласен лечь и, грубо говоря, умереть, и дальше не бороться никак, психологически сдаться. Но есть категория людей, которые этого не делают. И в данном случае я хочу себя видеть именно в той части, которая не собирается мириться с тем, что происходит, и хоть как-то, но пытаться что-то изменить в лучшую сторону. Вы недавно отказались от депутатского мандата. Считаете, что этот парламент уже не может ничего сделать? Парламент может и может что-то сделать, но та ситуация, которая сложилась в парламенте... Во-первых, у меня для этого было две причины отказаться. Я прекрасно понимаю, что выборы были сфальсифицированы. Колоссальные фальсификации были во время выборов. Я это понял по итогам выборов. То есть в момент, когда мы шли, все, я думаю, те, кто шли голосовать или кто шел в предполагаемый будущий парламент, у всех была надежда, что все-таки общество сделает правильный выбор и не переизберет ту власть, которая привела к такому разрушению государственности. Понимая, что это произошло, для меня этот парламент перестал быть легитимным, потому что я понимал, что измором, грубо говоря, действующая власть взяла эти выборы. Это первая причина. И вторая, то, что после уличной борьбы я понимал, что возвращение в парламент будет сдача позиций. И то, что сегодня прекрасно понимаем, что в парламенте практически ничего невозможно решить. Разве что обозначать те ошибки, которые совершает действующая власть. Ну, вместо меня это делают гораздо сильнее и лучше те, кто сегодня находится в парламенте. Я не видел себя в парламенте нынешнего положения. Для меня, когда поступило предложение, я должен был заниматься или помогать новой на тот момент, казалось бы, власти в каких-то вопросах культуры и так далее. Здесь сегодня, на сегодняшний день, что говорить о культуре просто бессмысленно, потому что данный парламент не собирается, по-моему, никаких вопросов решать. Здесь просто идет действующая власть, пытается всеми путями сохранить власть в своих руках, продолжается наживаться на чем только возможно. Ну и, соответственно, оппозиция в парламенте сегодня мало что решает. Ну, мы видим новые репрессии против оппозиции, уголовные дела, аресты. Что дальше? Ну, эта власть пойдет на все. Ей дан карблаш творить, бесчинствовать, как только она захочет. Те хозяева, которые ее привели и раньше, при каждом, не знаю, там, противоправном каком-то проявлении и на тот момент власти поднимали шум, гам относительно того, что происходит в стране, по их мнениям, выходящие за рамки демократии или тех псевдоустоев, которые нам были навязаны, сегодня все на это спокойно закрывают глаза, все понимают, что те, кто привел Никола Пашнян и его компанию «Шайку» к власти, они сегодня дали полный карблаш на произвол бесчинства. Поэтому это будет продолжаться, опять же, до тех пор, пока они есть. И они готовы идти на все. Если эти люди спокойно могут жить после того, как сами же приносят жертву тысячами наших соотечественников, те, которые спокойно сдают территорию и называют, что там снег, и не надо за него воевать, если они сегодня спокойно спят, просыпаются, делают Новый год Евровидения в условиях, где закрыта граница, и 120 тысяч наших соотечественников находятся в блокаде, они, конечно, не остановятся ни перед чем. И аресты, и закрытие каналов, тот же Ель Кирмедия, который перестал свою трансляцию на региональное обещание свое прекратил, они будут идти на любой шаг, лишь бы сохранить свою власть, лишь бы общество молчало. Чем меньше людей, чем больше людей молчит, тем выгоднее этой власти. Сегодня в политической повестке тема союзного государства, при этом были заявления, что якобы Россия принуждает Армению вступить в такой союз, Пашиня на проверке это, при этом противопоставил союзное государство независимости и суверенитету Армении. На ваш взгляд, как вы относитесь к этой идее вообще союзного государства? Я не знаю, как это выглядит, я не знаю, может быть, есть конкретно какие-то предложения, потому что только в этом случае можно сделать выводы, насколько это целесообразно или нет. Я правда не знаю. То, что у нас должны быть идеальные, максимально узкие связи, интегрированность должна быть с Россией в первую очередь. А еще и сегодня время показалось, что и Ираном тоже. И, соответственно, это может быть отдельный вектор, который может играть огромную роль в этом регионе. Конечно, безусловно, я за это. А что касается уставов, например, того же союзного государства, я просто неизвестный устав, например, если такой существует. Мне трудно сейчас ответить ее. Я в любом случае, безусловно, за максимальное сближение с Россией. А вот эта эпоха мира, к которой стремятся армейские власти, мир с Азербайджаном, с Турцией, в современных условиях вы видите? Не может быть этого мира. Этого мира не может быть по нескольким причинам. Мы экзистенциальные антагонисты в этом регионе. Мы выдуманный миф, что мы очень хорошо жили в Османской империи. Мы не видели никаких проблем в Османской империи. Закончился событиями конца 18-го, конца 19-го, начала 20-го века. События показали, что этот народ не собирается принимать нас такими, какими мы есть. Что касается Турции. Тоже миф разрушился, когда создавалась иллюзия того, что мы с нашими соседями с Востока могли жить в одном едином государстве, в одном городе, в Бакуле, в Сумгаителе. Мы могли спокойно жить вместе с вами существовать. Тоже рухнул, когда при первой же возможности азербайджанский народ фактически готов был вырезать все армянское население там. Соответственно, здесь, опять же, экзистенциальные враги мы. Мы фундаментально, мы по разные стороны цивилизации, я бы сказал. Не может быть мир с теми, кто мечтает о твоей смерти. Не может быть такого. А то, что мечта тюркского мира – это полное уничтожение армянского населения в этом регионе, да и, наверное, во всем мире, это ни для кого не сказка. И поэтому новый миф создавать, что пришло время, когда мы можем снова жить в мире, это исключено. Это видно по их риторике, это видно по их поведению, это видно по их высказываниям, это видно по их статьям, по их учебникам, по их митингам, по их даже, скажем так, гуманитарии этих стран. Они совершенно по-другому о нас высказываются. Они не скрывают своей ненависти по отношению к нам, о каком мире может быть тогда речь. Соответственно, это однополярка, однобуки, какое-то трусливое поведение нашего сегодня правительства, где оно фактически лишь бы остаться у власти, готово пойти на любые шаги, даже сдать Армению целиком и полностью в руки наших злейших врагов. То есть подписание мирного договора – это очередная уловка? Очередная уловка только ради, опять же говорю, сегодняшней власти достаточно, чтобы от территории Армении, Арцаха и так далее осталась, да хоть территория размером с Ереванской, с Ереван, им этого достаточно. Чем меньше людей, тем меньше противостояния, а их главная цель – это оставаться царьками, в данном случае царьками в Вилаете, в котором они будут жрать, спокойно спать, наживать имущество и руководить тем, что останется от этого народа и от этого государства. В связи с этим, не считаете, что представители интеллигенции, деятели культуры должны больше высказываться, проявлять свою позицию? Не видите какой-то пассивности и безразличия со стороны интеллигенции? Должны, безусловно, должны. Более того, эти люди должны были еще в 2018 году не молчать. Это самое, наверное, самое плохое, самое страшное, наверное, в биографии нашей сегодняшней интеллигенции, творческой или хоть какой. Это то, что они, мы, можем так сказать, хотя я этого никогда не скрывал в своем отношении, но они промолчали в 2018 году. В 2018 году, когда очень многие вопросы были очень на поверхности, многие прекрасно понимали, что происходит, но при этом промолчали по тем или иным причинам. Но ладно тогда, потому что можно разделить это все до 9 ноября 2020 года и после. Когда люди молчат уже после того, что произошло за 44 дня, я это никогда не пойму, не понимаю вот такой страусиной политики. Для меня это неприемлемо, и многие, многие для них, для меня из них перестали существовать, в принципе, как люди, которые имеют право голоса, в принципе, от имени интеллигенции, творческой интеллигенции, научной интеллигенции. Здесь, главное, проблема скрывается в этом. Да, конечно, многие не молчат, многие говорят, многие в открытую выступают со справедливыми обвинениями нынешней власти, но этого недостаточно. Надо больше кричать. Раз ничего не меняется, значит, мы обязаны еще больше кричать об этом. Своей деятельностью вы популяризируете армянскую историю, эпосы, сказки. Что нового ждать от вас, над какими проектами вы работаете? Мы пытаемся сейчас работать. Мы, на самом деле, сказать, честно сказать, очень трудно сейчас работать, потому что ты, буквально мы не знаем, опять же, вернемся к сегодняшним событиям. Ты ложишься спать с одной идеей, а просыпаешься вообще с другой реальностью. Когда мы действительно не знаем вообще, что будет завтра. И поэтому работать в таких условиях очень-очень сложно. А поскольку производство анимационных фильмов, это процессы достаточно требующие много времени, очень трудно загадывать и думать о том, что будет завтра и какой проект нам сейчас сегодня затевать. Да, мы пишем какие-то сценарии, пытаемся, на стадии разработки у нас есть несколько проектов, которые при возможности, конечно, с удовольствием захотели бы реализовывать, но сейчас, опять же, вернусь, это очень трудно. Очень трудно создавать что-то, что требует времени, изготовление чего требует много времени. Пока мы пытаемся выживать, пока мы пытаемся, делая какие-то мелкие заказы для наших партнеров из России, в частности, из Союза Мультфильма, что-то пытаемся делать, пытаемся наладить контакты, возможно, будут какие-то совместные проекты. Вот на этой стадии мы сейчас и находимся. То есть мы, как и все наше государство, сегодня бьемся в каких-то конвульсиях, ожидаем какого-то, может быть, даже чуда. И надеемся, что однажды снова займемся тем, чем мы любим заниматься, и то, что у нас хорошо получается. И просто сможем снова что-то новое, свежее, интересное создавать. Господин Саакенс, большое спасибо за интересное интервью. Спасибо.